Ход реализации программы социальной газификации обсудили первый замгубернатора Алексей Шмыков и члены регионального штаба развития газификации и газоснабжения Среднего Урала. В настоящее время жителями Свердловской области подано более 51 тысячи заявок на догазификацию. Из них находится в работе более 38 тысяч. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина поставлена задача по реализации программы социальной газификации. Вместе с тем темпы реализации программы Свердловской области, особенно в части строительства газораспределительной сети до границ земельного участка, заявители по отношению к заключенным договорам требуют ускорения. Напомним, президент Российской Федерации поручил бесплатно догазифицировать частные дома, которые находятся на территории газифицированных населенных пунктов. Программа реализуется уже чуть более года. По оценке губернатора области Евгения Куйбашева, к 2030 году голубое топливо подведут к 90% жилых домов региона. В масштабную программу социальной газификации войдет более 200 тысяч домов. На подключение потратят 46 миллиардов рублей. Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов сообщил, по числу домов, которым уже подведена газораспределительная сеть и где пущен газ, Свердловская область входит в десятку лучших регионов России. Николай Смирнов также подчеркнул, что жители ничего не платят при подаче заявки и заключении договора на социальную догазификацию. Штрафные санкции за неисполнение договора со стороны жителей также отсутствуют. По решению губернатора Евгения Куйбашева, в Свердловской области действуют меры поддержки уральцев в рамках реализации программы социальной газификации. Принят закон о расширении категории граждан, которым компенсируется часть затрат на подключение к сетям газоснабжения до 70 тысяч рублей. Эта норма распространена на сельских врачей и учителей. Также закреплена возможность использования областного материнского капитала для газификации. В 2023 году помимо домов в программу социальной газификации, также планируется включить школы, поликлиники, больницы и ФАПы. Кроме того, по поручению президента России должен быть расширен перечень категорий граждан для получения субсидий на приобретение газового оборудования. В этот перечень предстоит включить инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших в указанных категории, многодетные семьи. При этом размер субсидий на строительство газораспределительной сети в границах участка, приобретение и монтаж газоиспользующего оборудования должен составлять не менее 100 тысяч рублей.